Доброе утро, Полтавы! Доброе утро, Полтавы! У нас сегодня в гостях Роман Брадин, фронтмен группы 10 негритят полтавской и Павел Москалюк Алькабир, да? Ну, сегодня вообще Алькабир, но сегодня, наверное, я как организатор творческих мероприятий. Да, у Паши дома собираются квартирники, приезжают интересные люди традиционно. Уже сколько лет ты полуешь квартир? С 2007 года. С 2007 года. Ну да, уже 10 лет, получается, проводят квартирники дома, куда приходят друзья, знакомые. И вот 17 числа всего месяца будут выступать 10 негритят. Сколько вас там будет 10 негритят? Человека 3? Не знаю. Сколько доберется? Сколько доберется. Будут выступать у Паши. Сегодня собрались для того, чтобы... По идее буду выступать я, а там уже кого я с собой притащу, то вступай будет. А мы решили с Сашей сделать еще для тех, кто не влезет в однокомнатную квартиру нашего известного шляпочника, также Паши Полтавского. Решили сделать онлайн-трансляцию для всех остальных. И также поговорить про квартирники. Часто ли бывают квартирники, но по сезонности, либо... Как? Ну да, вот этот квартирник, который будет, это будет завершение сезона. То есть летом, в принципе, что по квартирам тулиться, надо на природу ездить, на всякие фестивали, опен-эйры. А так вообще где-то с сентября по май, июнь. Сезон где-то раз в три недели. Иногда чаще. Ром, 10 негритят. Сколько уже в вашей группе лет? Хороший вопрос. Лет 6-7. Это вы 6-7 лет, что обозвали себя 10 негритят? Я правильно? Ну, я приехал сюда 7, по-моему, лет назад. И я не знаю, куда стартовать просто. По идее, от того момента, как я познакомился с Феликсом Бродским, и мы что-то начали играть. А потом уже начал к нам народ вытягиваться. Так что первый раз название это появилось. Да какой-то концерт был, сказали, как вы называетесь. Я и ляпнул. У вас тогда было 10? Нет. Я никогда не знаю, сколько нас. Реально, есть какой-то костяк, да, и периодически к нам кто-то присоединяется. Расскажи немножко о группе, потому что, может, кто не слышал, кто слышал, какое направление, какие музыкальные инструменты. Слава Богу, нет этого дурацкого вопроса, который всегда задают, почему 10 негритят. Будет. Будет. А группе? Ну, есть ребята, которые играют вместе, где-то периодически выступают, где-то периодически... не выступают. Не выступают. Где-то периодически собирающиеся, там, вне выступлений, тоже играющие, получающие от этого удовольствие. Остальное, мне кажется, описывать это то же самое, что девственнику рассказывать о сексе. Направление музыки? Нет направления, я не знаю, честно. Каверы обычно поете? Нет. Но у тебя также есть и свои песни. Каверы мы практически не играем. Несколько каверов мы играли, и когда-то потом нас спросили, мы еще их играли, они появились, потому что в Полтаве была такая традиция, Сережа Адаренко, где еще какие-то там ребята организовывали кавер-вечеринки. Нас туда звали, и нам, хочешь не хочешь, приходилось делать какой-то кавер. Я бы это особо кавером не назвал, потому что, ну, как я это называю, мы похабили вещи, но похабили в хорошем смысле слова. Мы как-то, ну, делали их в таком ключе, как мы это видим. А в основном, это большей частью, ну, такой придурочной обработки. Веселые такие, танцевальные. То есть, я не знаю, там, какой пример привести. Мы снизу, да, песенок парочку бросим, чтобы вы могли послушать. Ну, как бы, тут просто, ну, исходить надо из той позиции, что, как бы, вообще, вот, весь этот состав существует из-за того, что люди кайфуют от того, что играют. Поэтому, получается, что каких-то особо крамок нету. Кому что в голову стрельнет, оттуда и пляшем. Раньше, в принципе, выступали и на улице. Можно было встретить на улицах Полтавы, где вы играли. Я с вами, я с ребятами стояла, там мыльные пузыри, делала вам спецэффекты. Да, мы сыгрывались и по улицам, и в парке солнечном. Ну, у нас просто, большей частью, на всей протяжении, на всей протяжении, как бы, истории коллектива, практически все инструменты, они, как минимум, полуакустические или акустические. То есть, у нас обычно всегда была куча всяких духовых инструментов, аккордеон, та же гитара, можно играть в акустику. Вот, единственное, что так в Полтавии я и не нарулил нам контрабасиста. Контрабасисты? Вот, то есть, ну, как бы, единственный инструмент, который точно, ну, в акустику не будет играть, это бас. Вот. И поэтому, как бы, ну, мы собирались, ну, как бы, как говорится, оттопыриться и заодно, ну, сыграться и так далее. Очень много катались, особенно, ну, там, первые годы, когда еще было, ну, не так напряжно ездить в Крым, там, и когда лучше соглашались финансировать поездки организаторы, там, всяких концертов, фестивалей и так далее. А тут поехали, ну, блин, давайте полобавим на набережной, давай. Раз, и, как бы, поэтому и пошла, как бы, такая волна. Вы не ассоциируетесь обычно все-таки с Крымом и с Летом. Вот, не знаю, слушаем. Я вот слушаю, все-таки, быстрее всего, вот именно, вот то, что делают эти люди, можно назвать именно творчеством. То есть, как художник, да, он становится перед толстом, он рисует, пишет, не знаю, как можно сказать, картину, так и получается у вас. То есть, вы просто, вы не репетируете, я правильно понимаю, вы просто сыгрываетесь, для того, чтобы было взаимопонимание. Не, репетиции бывают, но на самом деле, как бы, у всех куча своих заморочек, там, работы, семьи и так далее. Вот, периодически какие-то ребята, там, в отъезде. И репетиции у нас обычно, если честно признаться, активизируются перед какими-нибудь фестивалями, или перед каким-нибудь выступлением. Или, когда появляется кто-то новенький, надо с ним, ну, разобрать программу. Вот. А большей частью, как бы, все наши выступления, вот для меня, как бы, каждый концерт, это, ну, сюрприз. Мне интересно, как сыграются в этот раз. То есть, ну, как бы, в основном народ знает, как бы, там, костяк произведения, но фактически у нас каждый волен импровизировать. Это как джаз. Ну, я бы не назвал это джазом. Да, это не джаз. Я не знаю, как это назвать. Я говорю, творческая импровизация музыкальная. Просто ребята все довольно-таки грамотные музыканты, и уже друг друга много лет чувствуют, поэтому могут как-то лавировать в пределах заданной темы. Да, вы лавировали. Паш, если возвращаться к квартирникам темы, скажи, у тебя за вот эти вот 10 лет, какие самые яркие были гости, приезжие? Да, на самом деле, каждый концерт клевый по-своему. И не всегда, кстати, приехавший человек, который имеет какую-то популярность, медийность, так скажем, не всегда он в данном конкретном формате звучит интереснее, чем какая-то группа, которая играет исключительно там для своих и очень редко. То есть из таких вот более, кто на слуху, Умка у нас была, Силя, группа Выход, Миша Башаков, да, из Питера, Сережа Василюк, это фронтмен группы Тень Солнца, Киевская, Олег Сухарев, группа Сами Свои, и, наверное, еще кто-то из таких был, но я просто... Паш Копиковский. А, Паш Копиковский, да, то есть очень много людей, причем довольно обширная география, это и Украина, конечно, и Россия, и Белоруссия, Чех у меня когда-то играл, из Израиля у меня две девчонки были, то есть выступали. то есть очень так... все по-разному. У нас, по-моему, нету аналога вот квартирников, таких как ты, чтобы проводили в Полтаве. Ну, скажем, на регулярной основе, чтобы это состоялось, я не слышал. То есть периодически я слышу в Полтаве, что вот кто-то там играет на квартирном, где-то там, на флоту. Но это чисто разовые акции, то есть это, если приезжает какой-то музыкант, и ему делают его друзья, там, у себя дома, или где-то у друзей опять же. Давай пойдем еще там, в Догонье. Я когда-то был на одном в Полтавине своем квартирнике, где-то в районе Третьих Садов, тогда Сауроныч приезжал, но потом Сауроныч у меня играл, когда в следующий раз уже приехал. Сколько у тебя квартира, одна комнатная все-таки квартира? Нет, квартира у меня двух комнатная. А, двух комнатная. А, то просто комната со шляпами одна большая, и там играете. Ну да. Сколько помещается людей? Вот просто интересно так. Ну, в принципе, такая хорошая вместимость, чтобы никому не было тесно и нормально там дышалось, и все. То есть это от 15 до 20 человек. То есть если больше, то это уже и в коридоре там люди стоят, и вообще там друг другу. Конечно, на Умку у меня очень много людей было, на Аню Яросимову, на Башакова, то есть Макс Бурлай у меня когда-то играл, кто понабежал, а там народу очень много. Максу привет. Это полтавский наш человек, он что-то в последнее время гитару совсем забросил. То есть по-разному бывало. Бывает там 5 человек на концерте, а бывает там 35. То есть... И в принципе, это ни от чего не зависит. Ну, вернее, от чего-то зависит, но угадать-то нельзя. То есть это зависит от дня недели, от погоды, от того, есть ли в данный день в Полтаве мероприятие, от того, конечно... А сколько лет к тебе ни разу не попало на квартирник? От того, конечно, кто приехал. То есть очень много факторов, которые влияют. У нас в Полтаве еще народ просто инертный. Если будет дождь, то посещаемость будет меньше. Да, да, да. Если там, ну, я не знаю, там майские шашлыки... То посещаемость... Вы еще фазу Луны начнете. Да, да, да. Парага, один. На фазу Луны другие просто люди приходят. Это нормально. То есть поскольку предварительные продажи там билетов я не делаю и вообще это все, скажем, или в шляпном формате, или в формате там компенсации человеку за проезд, то есть это абсолютно... Ну, 30, насколько дайте. Ну, абсолютно некоммерческое. Коммерческое это мероприятие. То есть это чисто в удовольствие. Я на этом не зарабатываю. Ну, у нас популярно, насколько я знаю, квартирники в основном от Питера, России, оттуда они пошли, да, популярностью или нет? Ну, это такое всесоюзное движение было, поскольку не было площадок для того, чтобы показаться определенным музыкантом, так называемым андеграундным. Потом эти все уже музыканты, они стали популярными. Там Шевчук, Кинчев, Башлачев, Цой, то есть эти люди, они начинали действительно выступать у друзей там, на квартирниках, да. То есть и тогда вот запустилось это движение. И я-то в Полтаве это начал только потому, что тогда, в 2007 году, по большому счету, не было в Полтаве ни одной приличной площадки, на которой можно было бы акустический концерт сделать. То есть не было еще ни 100 дорог, ни виллы, то есть какие-то кафешки абсолютно такие, где люди там пьяные на столах танцевали, это все неинтересно. А потом так получилось, что вроде и площадки начали появляться, и уже возможность приезжать у людей есть, другие места. Но настолько вот этот формат квартирников, он некоторым уютный, некоторым нравится, что я уже никого лично сам не приглашаю. Просто люди, которые у меня были, они дают квартир на письме. Это формат, когда ты приходишь в квартиру, и не хочется на кухне посидеть, с гитарой. Да, мне звонят там уже люди, говорят, здрасте, мне там такой-то, такой-то сказал, что вы делаете квартирники, я там из Чернигово, когда можно к вам приехать. То есть в основном вот так вот это происходит. Мне, мне кажется, это ключевое слово уютное, на нем надо делать акцент. Помимо того, что ты приходишь не на концерт, ты приходишь как будто бы свою тусовку в гости, да, а там такой-бах, классный чувак. Еще послушать музычку классную. Ты можешь пойти на кухню, там покурить, там что-то выпить, я не знаю, кофе, пиво, ты можешь на балконе слушать, ты можешь сесть как бы в комнате, в комнате очень классный интерьер, Паша коллекционирует шляпы, там все ими увешано, все уставлено различными музыкальными инструментами. Она как бы создает свою атмосферу. или друзья. Квартирник в своей сущности, он не просто концерт, это общение. Да, это общение. И народ после выступления еще остается, и может долго-долго у Паши не сидеть еще. Ну, мы стараемся, ну не стараемся, старались, старались, сейчас уже как-то вот оно все устаканилось, то есть в рамках держаться, то есть, ну, времени законодательством разрешенного, то есть, где-то в полдесятого мы заканчиваем, расходимся и так далее. А это очень громко вообще? Ну, в зависимости от того, кто играет. Вот, когда ребята когда-то играли с тремя трубами, там, с... Двудуховик. Да, три духовика, то машины останавливались, люди выходили послушать под дому. Да, был случай, когда пришел когда-то мужик, стук в дверь, я открываю, стоит мужик, я первый раз вижу. Он говорит, здравствуйте. Я говорю, привет. Он говорит, я сосед из дома напротив, я услышал, тут у вас музыка, можно поприсутствовать. Я говорю, ну, заходи. Он это зашел, там, периодически потом к нам ходил, там, дядя Рома, такой забавный персонаж. Он там тоже стихи там пишет, такой, возвышенный. Как вы думаете, вот это, что мы попробуем с вами онлайн, все-таки будет иметь значение для общества, для популяризации? Ну, посмотрим. Честно говоря, я... Квартира, ни рукавичка, не всех поместят. Да, понятное дело. То есть, в плане там, для тех, кто где-то далеко находится, то есть, в других городах, кто действительно ради такого мероприятия там ехать, ну, я бы не поехал, короче. А для тех, кто находится в Полтаве, то я бы советовал действительно прийти, послушать. Ну, опять же, то, что мы говорили, дождь у нас, нам лень встать. Тем более, это мероприятие, оно будет чисто благотворительное и без четкого там какого-то фиксирования. Ну, что, 17-го числа тогда, на сколько там будет у тебя это все делать? 17-й числа, что у нас, суббота? Я не помню. Ну, на 7. Где-то ближе к 7. Да, на 7. Ну, дай бог нам сил. Мы где, на YouTube будем транслировать? На YouTube будем транслировать? Я думаю, на моем YouTube-канале запустим, а там посмотрим, как техника нам позволит. Будем пытаться все это, ссылки распространять сразу, чтобы было видно. Я возьму с собой камеру отдельно, если ребята не против, запишу это, чтобы еще сформировать отдельно все, потому что онлайн-трансляция часто теряем качество. Ну, это такое, это уже технические вопросы, мои проблемы. Ну, 17-го числа, тем не менее, ближе к 19.00 ждем, не забываем, находим уже сейчас мой канал, все, чтобы посмотреть. ну, это те люди, с которыми мы почти каждый день видимся, здороваемся, периодически пьем кофе и обсуждаем разные проблемы. И, наконец-то, вытянули. Паша, если у нас был, то Рома наконец-то вытянули. Я раз проспал. Ну, да, да, после Львова. После Львова я проспал. Всем доброго утра. Я думаю, будет интересно, потому что я просто добавлю, как бы... Уютные квартирники. Да, мало того, что это уютные квартиры, квартирник и атмосфера и так далее. Просто, фактически, вот, как бы я буду играть на этом квартирнике, я сам не знаю, что там будет. Для меня это само будет сюрприз. Я еще по факту даже, ну, не расписывал программу, скорее всего, ну, ее как таково не будет. Удравизация на месте. Да, я знаю, что вроде как бы Стасик со мной поиграет, может Феликс согласится, я не знаю, может Герман подтянется. То есть, я даже не знаю, домашнему на кухне и я как бы в этих ребятах уверен, что лажа не будет и я скажу так, что из всех, кто будет там присутствовать, я больше всего буду кайфовать от того, что будет происходить, потому что, ну, я буду слышать что-то новое, потому что ребята обычно в таком формате, когда они в гости приходят или еще что-то, они не играют по шаблону, они не играют там, как оно должно быть или еще что-то и я каждый раз ушки на макушке, потом какие-то идеи запоминаю и уже их оставляю для каких-то концертов, для электрической программы и так далее. Мне вспоминается, когда приезжал Седой, товарищ у нас есть и вы ко мне тогда пришли тоже в гости, что импровизация была, то есть довольно-таки неплохо, дарбука, гитара, голоса. Да нет, у меня недавно сидели с Тинго по Хайбе. Все, всем доброго утра, а то мы долго будем затягивать. Удачи, до встречи.